Господи, 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 Вячеславе согрешил Господи, прости меня, грешил, помилуй, благослови, пусть и горы Твои святые, для поддержания ночи от плоти. Посети нищий сенадок одиноких пашин, так же все потребное. Тебя слава зовет, Адьявное утро, хвала Тебя, Отец, святой Дух. Аминь. Я немного кое-что вам перед обедом буду отправлять. За кухню захожу, а там вторая дверь. Я буду предел не раз закрывать, чтобы кошки туда не заходили. Залезла одна к тому, гнездо разорило и все. А в окно-то она так и догадается. Какая причина, я никак не могу понять. Почему? Подперли дверь, открыли, все на гвозди захолотить. Оказывается, работает человек на кухне, а мне жарко. Ну и что, что жарко? Что, расплавились? Уши отпали или что? Сердцем я не выносил. Да нет, я тебе говорю, что это было. Ты на море шапкой был. Да это не вызывал, не помню. Сиди успокойся, бабушка. В комнате у себя. Жарко. А форточки нету. Стекло вышло. Вынуло. А вставить-то нету. Стекло валяется разбитое. Это как понимать? Я не могу. Если холодно, значит один градус. В комнате двадцать градусов. Еще терпит. Девятнадцать, уже я замерзаю. Вот дай такое, как в инкубаторе, яйцам курином. Так не годится жить. Мы, христиане, должны знать и рай, и ад. Нас ожидают великие испытания в этой стране. Вот в том, где с Аманной приедет Сергей, там две собаки. Ему тоже показалось жарко. Ну жарко и жарко. У меня жарко. И еще живой. Выставил. Там форточка, но она не на шарнирах. Ее выставил. Выставил. А куда ее выставить-то? На рожу. А если вставил, гвоздиками не закрепил. Она хлопала, стекло разбито. А я уехал. А меня не касается. А зимой снег туда дует. Ну дальше-то рассуждайте. За этим стоит еще что-то. Это во всей жизни небрежность, разводы. Там все за этим. Неумение смирить себя. Это сегодня я за утро только говорю. Вот уже результат. Я говорю о ком-то. Человек выскакивает. А мне жарко. Я его не называл. Ничего. А почему? А там тот, кто не любит жарко. Более всего не любит. Жарко тот, кому он обещан жар. Есть такой ролик. Интервью с дьяволом. И дьявол говорит мне. Я знаю, он придет. Он уничтожит меня. С моей властью будет покончено. А что хотите? А чтобы меня почитали как Бог мира всего. То есть у него задача определенная. И не так, что... А что, где встреча в лесу была? А что, где? В церкви, что ли? Да нет, конечно. Что нет, конечно, засмеялся. Ты думаешь, церковь все ваше. Да большинство моей церкви. Мне не надо, чтобы человек верил в меня. Моя задача, чтобы он не верил в меня. Я предлагаю истинную ложь. А человек выбирает. И немного он отходит от истины. Он уже мой. И отвечает абсолютно правильно. Кто виновен в одном, виновен во всем. Вор ворует. Он не прелюбодей, не убийца. Виновен в законе. Герой Советского Союза. Отличился. Летчик. Сбил самолеты. Раненый был. Но молодой здоровый вернулся. Вот такая вот девица. Садись на мотоцикле. Прокачу. Поехали. А тут возвращается не девица. Шлюхой. Я не могу ничего сделать. Оставить. Но ночует. Где попало. Где попало идет. Ты не только головой. Ты ниже частью тела не можешь распорядиться. Ну ладно. Наши сведи, которые подали. Героя с него сняли. И дали срока. Посадили. За что? За какую вонючую. Фу. Говорит даже сран. Герой. Страну защищал. Я вам говорю. Слушайте. Это сегодня у нас только утром. У меня в одной комнате. Почему мне не жарко, а тебе жарко? Я вопрос простой ставлю. А почему? А я напрягаюсь на этом. Я в баню захожу и представляю. Я в плену. И меня сегодня мужчины будут жарить. Вот в итоге плескать воду. И там. И меня будут. Пальцы будут отваливаться. Как я буду? Понятно? А ты жертву принесите, его домой откусят. Ему дали в руки мясо. Кусочек маленький мясо. Положили на ладонь. Ты вот от прокинь только руку. А там жертвенник. Видно жертву будет. А здесь положили угли. Рука жжет. Он стоит. Наконец рука прогорает. Уголь сыпется туда и мясо провалилось. Принес жертву. Ты наш. Он говорит, естество не выдержало. А не я. Я выдержал. Вот как делали святые. У нас температура один градус. Это сатана, который внутри человека разрывает. Он молчать не может. Он мутит. Он здоровье, болезни. Все путает. А ты чем болеешь? Ничем не болею. Мне главное утром встать одеться. Сползти с кровати. На коленке встать. Приподняться. Позвоночник. Это не болезнь. Это естественно напоминание Божие. Кроме того старость. Девятый десяток идет. Я торжествую. При большей крепости восемьдесят. Там я уже восемьдесят. Первый год идет. Нет болезни. А я вспоминаю. Одеваюсь. Главное одну ногу в штаны затолкал. А вторую не могу никак. И маленько погодя. Сам размышляю. Как мы сейчас рыбачили. Кекать. Ну Вовке не уступал. Вот это маленько вперед берет. Нога там спотыкается за что-то. Утопает. Нет. Надо на уровне идти. Чтобы он не подумал, что я состарился и меня можно убрать. Не едамся. А ты молоденькая. Кланяешься. Ты сегодня. Рука не доставила пять сантиметров. За это четыре целых девять десятых. А ты не ломаешься. Все. По старобрячески. Скоро будешь по иудейству. Устинный плащ. А не вот. Колебание какое. На вибраторе. Вот молодые люди стоят. Мы пилим старое яблоня. Засохшее. Ну и погрызли ее. Как надо. Вот тут идут волокна. Внутри. Она из волокон. Волокна идут. И волокна вот здесь. Вот они не могут идти вот так. А только вот так. И которая пила пилит, она называется поперечная. А которая доски раньше пилили. Доски-то вручную. Назовалась продольная. У нее зубья длинные. Вот так изогнутые. И вот так бревно лежит. Один там вверху мужик. А другой внизу. И двумя руками кверху. Книзу пила. Толстая, крепкая. И они пилят. Вот такому четыре фунта, говорит, мясо как раз. Лев Толстой. А когда ты только праздновал бегал. То у тебя один клапан открыт и ниже пояса. Куда энергию деть. Блуд. А ему некогда об этом думать. А потеряют и говорят. А у них там спортзал есть. Иди к Игорю. А от 36 скотины крупного рога. То выкидай все. Дай им сено. Напои вручную принеси. И каждый день навоз. Ты не можешь сказать неделю подождите. Вот тебе спортзал будет. А это все. В Америке один новообращенный. Православие. Маленько соображает. Он думать стал. Сколько сочленений там. 360. Разные пальчики. Ребра. И вот человек делает крестное знамение. Становится на колени. Но я не могу. Просто показываю как. Ну можно даже. Вот так вот. А потом руки вперед. И головой до полу. И оказывается все 360 сочленений шевелятся в этом. Все до одного. Вот и вся гимнастика тебе. А сколько поклонов. Тысячу или две тысячи говорит портопопа вакуум. И рядом жена. А что. А вообще. Детки не пищат. Роботишки. Роботишки не пищат если пищат. Плачут. Ну тогда уже Анастасия Маркова с ними возят. А то она нас с ним рядом. Спроси сегодня какой архиерей тысячу поклонов делает. Он два поклона не может сделать. Молится. Руку вот сюда вот. Под мышку. Я первое время смотрел. Президент Путин вот так молился. Прямо сюда. Нормально. Патриарх молится. Вот сюда вот. И вот сюда. Под мышку. Вижу сейчас Путин точно так же молится. Он его развратил. Я не боюсь этого говорить. Я много раз говорил. Это пример. А на него там смотрят не одни, не два архиереи стоят. Пуговки чистые. Пуговки оседолом их машут в армии, чтобы блестели они. Это так вот. Ты крестись так, чтобы сатана трепетал. Вот мы пилим сейчас яблоню. Пила бручная. С той стороны один из этих лотоков. Не буду называть кого. Как ставь пилух. Вот его вот. Волокна идут так. Волокна идут так. Он ставит вот так. А она вот так дерево. Но дерево если вот так наклонено. То перпендикулярно к этим волокнам. И пила должна быть так. Он не понимает. Вот. Вертикально к столу это вот. 90 градусов. Если стол сейчас наклонился вот так. То пила будет вот так. Стол боком поставить. То пила вот так будет. Он не понимает этого. Он ее вот может так пилить. У него разницы никакой нет. А если вот здесь. Это лежит у нас на козликах. Надо пилу вот так помочь. Потому что здесь. А если наклонно. Вот еще как надо. Он не может отпилить. Он не знает что такое вертикально. Почему он за столом сидит в чашку облаку. Он не знает как сидеть вертикально. У меня здесь был недавно один. Я сказал на столомник. Не надо склоняться. Только лапшу когда ешь. Она длинная. Можно лор поднести. Он все время. Каждую. Что бы ни было. Он в чашку берет и все. Но кусочек руки не возьмет. Вот кошка наша повреждена ему. И повреждена так как никогда ни одна кошка не была повреждена. А почему? А я размышляю. Вот мы сваи делали. А шкуляли вдруг. Маленько там отдохнуть надо. Чуть-чуть присели. А рыжий кот подходит. Он подходит. Гладится. Трется. Даже на дыбке встанет. Может на коленке. А тот человек сидит напротив. Вот к нему подходит кот. Раз. Вот он как сидел повернулся. Он наконец хвостом ему задевает почти по лицу. Ни один узкого недорогного. Что кошка к нему ластится. И протянуть руку. Погладить. Этого нет. Почему? Он никогда не держал. Никому не уступал. Собачки не было. Детей не было. Жены не было. В тюрьме не было. Монастей. То есть все в нем сконцентрировано. И вот за столом. И было такое здесь. Ночью приехали с Надеждой Васильевной. И он там остался ночевать. Там ездил ночевать. Зал для царствия названный. Я на завтраке говорю. Мужское отделение здесь. И на то он ничего не сказал. Прихожу в церковь. Его нету где. Пешком. Ушел в кончик на 20 километров. Чтобы уехать. Нигде никогда не уступит. Человек верующий. И при том хороший. Но если где-то ткнешь этот пузырь. Там такой пойдет. И сразу там поезда нету. Дождь. Простыл. Заболел. Второй раз приехал. Пришел и сразу. Если не вы Надежды Васильевны. Я сегодня же пешком выйду 20 километров. Человек уже на пенсии. Справляться некогда. То есть он ультиматум ставит. Да мне разницы нет. Мне работник нужен. Мне некому не с кем пилить. Я ничего не говорю. Так он дальше говорит. Утверди печать поставь. Живи ты живи там где. Спи где хочешь. Нам очень нужен работник. То есть. А. Уступил. Я скажу. Его ломать надо, Игнатия. Меня ломать не надо. Я тебе 10 раз могу сказать. Ты можешь тащивать даже на голубятни. Только работай. Но ты-то не изменился. Ты ни в чем не изменился. И это только здесь. Вот в этом помещении. Это все разыгрывается эта драма. Вот. Кот от меня подойдет, я его погладил. Тут ничего особенного нету. Пять кошек. Получилось. Надежда Васильевна выбрала слепых двоих. Кому-то отдать. Они выросли. Они не нужны. Как? Они же выросли кошки. Ну теперь определи. Все у нас скинуло их со счетов. Ну их-то теперь у нас 6 кошек. Да 3 под полом этих черных кормим. 9. Да прикормил еще 4 на улице. А эти-то привезли 6 здесь. Кормлю я раз или два в день. И вот они как только дам кормят. Я их всех поглажу. Один раз постою как едят. Я опять поглажу всех. И каждую по имени называю. Я иду куда на работу или что-то. Они домой велосипед обгоняют. И перед велосипедом атак. Здесь она не подойдет. Я повторяю, что если есть животное в одинокого человека. Собака или кошка. Там фронтовик. Он придет и домой бим. Трудно жить. Ну надо что-то делать. И когда он сбросил парта. Тихонов, Вячеслав играют. Белый бим. Черное ухо-то. И живут эти люди на 3 года дольше других. Потому что тот злобный все время у него. Внутренняя болезнь. А то сатана вскручивает. Тишечник и печень. И все. А это я не хочу. А это я не ем. Вот отсюда все. И Бог укорачивает таким людям жизнь. Он мучается. Страдает. За Нем многие молятся. Он будет давно умер. Он все еще живет. И все время, каждый день. А ты радуйся. Благодари Бога. Завтрашний день будет еще лучше. Сегодняшний, лучше вчерашнего. От несчастья человек говорит. Вот он ходит. Сюда не надо прыгать. Ничего тут нет. Иди. С одной ногой залез со мной туда. На крышу. Я-то оттуда на руках ее снял. По лестнице. Как с одной. По привычке просто. Там переломано видать. Вам понятно? Перпендикулярно. На. Держи. Тараси. Перпендикулярно пили вот здесь. Поставь пилу. Перпендикулярно. Вот так вот держи. Дерево растет так. Вот здесь пилить. Как поставить? Дерево растет. Дерево растет. Поставь пилух. Мы дерево пилим. Угу. Все правильно. Все правильно. А я учу. Я им там показал не один раз. А пилят как попало. Годится? Молодцы. Это моя школа. За стол. Урок пройдет. Аллилуйя. Я долго колесникову Никите рассказывал как правильно шуруповерт. Шуруповерт. Бесполезно. Не понимая вот что направление здесь такое. А еще вот так нужно. Барзаклон допустим. Помнишь что мы это? Помнишь что мы это? Когда научились. Довольно сказать лишнее слово. Променялось и не вспоминали. Платочки чтобы у каждого были в кармане. Вот сопли на руки мотают. Я знаю большие люди только двое. Генри Гиммер. Главный идеолог фашизма. И руководитель ЛДПР Владимир Гольфович Жириновский. Все время стоит вот так вот. Я ни разу не дал платочкам рука. Говорит на трибуне перед всеми. Он смачно так. И точно так же одно и то же движение. Вот сюда вот сопли у нее гонят. А потом сюда. А руки где вытирать? Вот смотришь Юда Бенгур. Он обедает. Жена проходит мимо. Ты жена у нее за подол. Быть на руки пошла дальше. Все интересно. Давайте. Кому березовый сок? Понимаете? Вот это я понимаю. Еще две кружки. Еще две кружки. А мы встали спокойно. Сегодня ничего страшного. Березовый сок. Дядя Вова. В частности. Дядя Вова. Наготовил. Так. Дядя Вова. Мы с тобой. Дядя Вова. Вот дядя Вова. Совершенно здоровая. Полная ложка меда. За час до еды. С нагретым березовым соком. Все. Моя армия должна быть здоровая. А не армия инвалидов. Вот. Берите. На первое ухо. На второе гречневое. Ты пробовал не трюк? Нет. Попозже. Берите. Только больные рыбы могут отлезать. Положите. Положите сколько? Сидите. Все. Поехали. Ваши и остались.